Мы предварительно сожгли камыш в печи, подвергли его термической обработке. После этого необходимо его размельчить. Обычный камыш оказался не совсем обычным. Он может выводить токсины из организма человека, в том числе алкоголь и наркотические вещества. Виктория Чехурина изучала свойства абсорбирующих веществ в 6 лет. Тогда же пришла идея изобрести лекарство. Главный компонент выведен на основе южного тростника – камыша. Препарат работает по принципу активированного угля, однако в несколько раз быстрее выводит вредные вещества из организма. Производство дешевле аналогов, поскольку камыш – растение распространенное и неприхотливое. По предварительным подсчетам наш сарбент намного дешевле выходит, чем сарбент из березовых активных углей, который сейчас в основном используется в производстве как промышленном, так и медицинском. Где-то мы рассчитывали, что это около 40 рублей за килограмм. Изобретение Виктория уже запатентовала. Сейчас проводится исследование и тестирование препарата. Для того, чтобы заручиться помощью в продвижении лекарства на рынок, девушка приняла участие в молодежном кардиционном заседании совета при главе города Алене Губановой. Вместе с Викторией Чухриной показать свои изобретения пришли и другие молодые ученые. Так, например, астраханские изобретатели презентовали искусственный интеллект. Это программа распознавания лиц в общественных местах. Причем обмануть ее невозможно. Сразу узнает человека и даже определит его настроение. Разработкой заинтересовались полиции. И еще одно ноу-хау – 3D-пешеходный переход. Депутатам Гордумы этот проект оказался особенно интересен. Тем более его реализовать можно уже сейчас. Очень интересный совет. Надеюсь, что будем продолжать общаться и будем помогать реализовывать проекты, которые создают наши уникальные, не побоюсь этого слова, астраханские молодые ученые. Сегодня у нас прямо буквально здесь на совете, я вот всегда за это, Сергей Сергеевич Кудрявцев, наш депутат, взял, так сказать, в свои руки реализацию этого проекта и предложил первый же проект. Пока ребята ищут грантодателей, он предложил уже первый пешеход за свои собственные средства реализовать. Первый 3D-пешеходный переход совсем скоро появится в Автоградке напротив парка ветеранов на улице Боевой. Такой совет молодых ученых решили проводить на постоянной основе раз в три месяца, чтобы ни одно инновационное изобретение не ускользнуло от депутатов Городской думы, которые помогут с реализацией проектов. Юлия Свидерская, Игорь Нефиденко, Вадим Матасов, Центр новостей.